Давайте начинать. Сегодня у нас тема самообучения или Selfie Prevision, Selfie Device Learning еще называют. Это концепция, которая на самом деле пронизывает вообще все разработки последних лет, которые присущи больше дипплёрнику, нежели классическому обучению. То есть в классическом обучении тоже можно сделать некий аналог самообучения, но на самом деле каких-то таких хороших примеров нет. В основном это делается нейросетями. Ну и сейчас мы с вами познакомимся, во-первых, с терминами, какие задачи в самообучении были. Ну и в конце поговорим о текущей соте и что сейчас используют. Что такое Selfie Prevision Learning? Мы с вами знаем, что такое Supervised Learning, то есть когда у нас есть размеченный датасет, то есть есть у нас объекты, есть метки, например, вот эти объекты красные, эти объекты синие, и наша задача построить алгоритм, который для нового объекта с каждого метода. То есть фактически в дискриминативном понимании он в данном случае строит некую поверхность и говорит, что с одной стороны лежат красные объекты, а с другой стороны лежат синие объекты. Что такое An Supervised Learning? Ну или обучение без учителей, или обучение без меток? Это когда у нас просто есть объекты, никаких меток нет, и нам надо понять структуру этого пространства, ну, например, сказать, что вот оно разбивается на две таких группы похожих одним. Есть промежуточный вариант между ними, это семью Supervised Learning, когда у нас есть небольшое количество размеченных объектов, и, по сути дела, задача та же самая, что и в первом случае, то есть мы должны отделить, например, данный случай все СК основные объекты от синих, но у нас есть возможность использовать вот эту информацию о том, как у нас располагаются неразмеченные объекты, да, то есть, например, вот разделять по этому самому коридору пустоты, который между этими кучками точек находится. Что такое Sales Supervised Learning? Ну вот первый тонкий момент, что в отличие, например, от этих трех постановок, это не постановка задач. То есть вот здесь у нас есть набор размеченных объектов, нужно их разделить, разбор неразмеченных объектов надо по этой структуру, вот разбор частично размеченных, надо их разделить, это постановка задач. В Sales Supervised Learning не постановки задачи нет, то есть в Sales Supervised Learning это не постановка задачи, это прием, который заключается в том, что мы каким-то образом, у нас есть неразмеченные объекты, мы каким-то образом придумываем им метки и решаем вот такую вот задачу с учителем, да, то есть такую задачу с метками, вот, в надежде, что, решив ее, мы получим нерубку, которая будет обладать какими-то хорошими свойствами и будет пригодна для решения вот многих других задач, таких, 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 таких. Вот, то есть мы сами создаем размеченную выборку на базе неразмеченной, вот, и надеемся, что при этом у нас получится довольно качественный черный ящик. Ну, сейчас будем разбираться, что значит довольно качественный черный ящик. При этом возникает понятие предтекст-таск и down-stream-таск, но по-русски, наверное, логичнее назвать. Это что-то типа предварительные задачи, вот, или задачи предобучения, вот это, собственно говоря, целевая задача, вот, или задача, на которой мы будем фантюмиться, вот, то есть на которой будем подложить наши параметры. Значит, вот эта первая задача, это не наша задача, да, то есть это какая-то задача искусственная, как раз, в которой мы будем придумывать метки, но которая позволяет получать, так называемое, хорошее представление. То есть, ну, вот, если у нас сверочная сеть, да, то есть, подавая на вход картинку, мы там в предыдущихся слоях будем получать какие-то вещественные представления этой картинки, которые будут содержать много информации о том, что на ней изображено, в каком количестве и так далее, и так далее. При этом вот эти вот метки, это называется псевдолейблс, то есть псевдометки, да, они даже называются не совсем как лейблс, а псевдолейблс, вот, в ней должны получаться автоматически. Вопрос, а, ну, многие листали слайды, поэтому уже знают ответ, вот, кто не листал и не знает ответа. Вопрос, где у нас была задача, в которой метки в каком-то смысле автоматически получались? Берте. Да, вот Берте, например, да, то есть, как бы, там, чтобы, например, задача замаскирования, да, вот, собственно говоря, то есть, мы не сажали каких-то экспертов, которые бы нам говорили, вот, какой там объект, какую метку имеет, да, у нас, как бы, мы просто закрывали слово и помнили, какое слово мы закрыли. Как раз, вот, этот прием Берте, как ни странно, и называется самообучением, то есть, это вот пример того, о чём мы сейчас говорим. Причём, решая задачу замаскирования, как раз, мы получаем Берт, который мы можем дотюнить потом, да, на данный таск, и у нас этот термин тогда как раз уже был. Вот, то есть, это вот Берт, это как раз пример самообучения. Так вот, эту задачу мы решаем, чтобы у нас получилась хорошая генерация признаков, или чтобы хорошая representation, представление объектов получились. Ну, и дальше, взяв конкретную задачу, так называемую downstream task, мы берём вот эти признаки и решаем, ну, вот, в классической постановке self-super-осбюринга решаем простой моделью на базе этих признаков. То есть, сейчас уже от этого отходит, то есть, зачем решать простой? Можно, вот, дефантюнить эту сеточку, вот, можно, там, более сложную модель использовать. Но, вот, изначально пытались построить именно такой признак пространства, что прямо на ней логистическая регрессия как поработала. В изображениях, ну, как бы, чаще всего я тестирую на задачи классификации, детективной или сегментации. И это задача уже, как бы, срочная разметка, да, то есть, там, как бы, чтобы сделать метод задачи классификации, да, человек должен сказать, там, где кошечка, где собачка. Вот, но мы надеемся, что мы сможем эти признаки получать вот с помощью такой сетки, где вот будут эти вот самые псевдометки. И цель научиться обучать вот эти представления, да, научать получать хорошие признаки наших, допустим, картинок, а сейчас все примеры в основном будут для картинок. Вот, ну, потому что там как раз более богатые палитры методов, на самом деле. Вот, хотя, ну, наибольшие такие последние успехи, они связаны, в том числе, там, со звуками, допустим, там, с тем же видео и так далее. Так вот, обучить представления без ручной разметки. Вот тут схема показана на слайде нашей работы, да, то есть, вот у нас есть датасет неразмеченный, причем, как мы понимаем, неразмеченный датасет, а следы картинки мы можем набрать в интернете, то есть просто скачать из интернета все картинки, которые нам есть. Вот, и мы надеемся, что этот датасет нам будет полезен, чтобы вот обучить эту сеточку, которую мы потом, ну, в общем-то, фактически заморозим, да, и будем использовать ее выход, там, в каком-то месте, для решения нашей основной задачи. Ну, или, как я сказал, можно дофантюнить ее, то есть, можно, на самом деле, уже в размеченном датасете, да, то есть, ее как-то доделать до решения основной задачи. Причины, почему sales and peer-rearning, ну, начало развиваться интенсивно, ну, во-первых, разметка может быть дорогой, то есть, как мы говорим, мы можем скачать кучу картинок из интернета, да, но при этом та задача, которая нам интересна, там, в нашем бизнесе, вот пример, да, из кейсов, с которой мне приходилось иметь дело, то есть, мы там, стоит цех, да, и вот там нужно, например, датировать номера вагонов, которые там проезжают в полумраке, причем еще там их плохо видно, вот, или там считать, сколько в этих вагонах там какого-то товара, то есть, там такие бруски наложены, например, вот, или еще что-то, то есть, в общем-то, задача относительно несложная относительно computer vision, да, но вот хочется взять какое-то более универсальное средство и вот, ну, немножко натюнить на ту выборку, которая у нас есть, а разметку для наших данных мы не можем получить богатую, потому что, ну, нам ее получать сами, у нас нет тех самых assessor, нет различной выборки, то есть, мы можем просто брать кадры из этого цеха, да, и, допустим, там, вот, сами вручную считать эти балки, да, и там, ставить эти метки, и сами распознавать эти номера вагонов и там их отмечать, то есть, ну, как-то так, или можно это немножко автоматизировать, но вот, как бы хотелось бы, чтобы, отмечая немножко данных, все равно научиться решать нашу задачу, взяв какое-то почти готовое решение. Теперь, ну, вот, есть кейсы, когда, как раз, много неразмеченных данных и мало размеченных, вот, и, наконец, да, кстати, есть кейсы, когда просто у нас есть большой массив информации, да, у нас там, вот, но при этом, действительно, если мы захотим что-то развлечь, то мы разбитим маленькую долю всего этого. Ну, и, наконец, как это соответствует реальному обучению человеку в каком-то смысле, потому что, когда мы живем на этом свете, ну, как бы, ну, говорят, что наше обучение больше к крылью имеет отношение, да, то есть, к обучению с прикреплением, но даже если не делать поправку на это, тоже к самообучению тут довольно большое отношение оно тоже имеет, потому что мы не живем в мире, где у нас есть деметки, да, то есть, вот, там, маленький человек, когда он там смотрит вокруг, он, конечно, спрашивает мама, мама, что это, она говорит, это киса, там, да, что это, это собака, что это, это машина, вот, то есть, он постоянно задает вопросы, получает какой-то фидбэк, но при этом он не может спросить обо всем-всем-всем, да, то есть, он привык видеть стены, в общем-то, на самом деле, он мог не спросить, что это такое, да, он привык видеть, там, потолок, он привык видеть окна и так далее, так далее, он, в принципе, переходя из комнаты до комнаты, понимает, что в каждой комнате есть окно, они немножко там разной формы, может быть, и так далее, но, как бы, это отдельный объект, то есть, он уже, там, не получает какие-то представления об этом мире, но, тем не менее, вот, без лишней разметки. Мотивы, опять же, в SSL в том, что, да, ну, есть еще, я называю SSL, но, на самом деле, SSL иногда semi-super-размертно сокращает как SSL, иногда SSL super-размертно сокращает как SSL, поэтому, такое контекстное сокращение. Теперь, мотивы, понятно, что мы хотим получать какое-то универсальное такое извлечение признаков, вот, и, ну, собственно говоря, и все, да, то есть, и вот реализовать ту самую схему, которую я сказал. Так, теперь о том, какие представления нам, нам бы хотелось получать. Ну, вот здесь вот несколько картинок, которые, так, интуитивно формализуют, что, значит, есть очень хорошие представления. Вот два представления, такое и такое, да, различаются просто системе координат, и интуитивно вот такое представление даже лучше, чем такое. Вообще говоря, в нем можно только вот этот признак оставить, вот, потому что в нем, как раз, эти два множества объекторов отделяются обычной линейной модели. А здесь мы линейной отделить не можем, да, но зато здесь можно, там, рассчитывать на какой-нибудь метод, там, или капли раз соседней. То есть, это первая идея, то есть, мы хотим уметь решать задачу простыми алгоритмами, например, линейными. Второе, это вспомним, как наша сеточка устроена, она вот так вот по уровням получаем все более и более такие сложные представления, то есть, сначала детектируем какие-то там вертикальные, газотальные линии цвета, потом уже какие-то углы, и потом уже там, уже там, отдельные части тела, отдельные людей и так далее. Вот, то есть, соответственно, мы бы хотели, чтобы в нашей сеточке, которая обучается на псевдо-лейблах, на псевдо-метках, у нас тоже была бы такая вот иерархия признаков, и тоже здесь можно было бы узнать вот эти вот конструкции. Ну и, наконец, если мы будем подавать картинки в нашу сеточку, то в идеале, конечно, если мы подаем котиков, то они должны быть расположены где-то рядышком и подальше от собачек, которые тоже, в свою очередь, должны располагаться рядышком. То есть, вот такое представление гораздо лучше, чем такое, где вот у нас тут собака с кошкой, как бы собака с кошкой, да, и там фотки от номера, то они ранесены. Так, ну и подобная идея, как я сказал, она как бы сопряженная с понятием transfer learning, в принципе, здесь есть, конечно же, трансфер обучения, она есть в языке, там вот BERT, Word2Vec, FastText, там много всяких моделей, которые это используют, вот, в других разных, ну, про это немножко поговорим, там, соответственно, модальностях, ну и в том числе в изображениях, вот до этих вот моделей мы тоже сегодня дойдем. На следующем слайде у меня перечислены, на самом деле, основные концепции, которые возникали в, заметьте, тут вот, 15-й год, 18-й, 14-й, 16-й, то есть, это очень давно, ну, как бы, то есть, нашего времени, да, очень в кавычках, да, но, соответственно, мы привыкли, что тут все стремительно развивается, то есть, да, SSL, он действительно возник довольно-таки давно, то есть, вот эта техника, она была уже в 14-м, допустим, году, и интересно, что из года в год удавалось достигать все более хороших результатов, пока мы не дошли, там, до современных методов, но вот то, что здесь у меня изображено, это, как бы, более старые, а вот дальше пойдут, там, в самом конце у нас лекции, там, более свежие, да. Ну, то есть, вопрос про хронологию. Вот, если он играет, например, в игре, я думаю, пропускаю его через автокодировщик и восстанавливаю его же. Это будет у вас задача сделать свой проект? А что такое вариант? Временный ряд. А, временный ряд. Пропускаете через автокодировщик и его же восстанавливаете. Ну, в определенном смысле, да, то есть, автокодировщик можно использовать, как бы, для задачи SSL, вопрос, как бы, какое качество будет у этого признаков представления. Вот у нас тут будут автокодировщики, но они будут все-таки специфические. То есть, такой стандартный автокодировщик, как бы, у нас еще эта тема, по идее, будет. То есть, стандартные кодировщики, они все равно были немножко вытеснены, по крайней мере, вариационными к автокодировщикам, там, и какими-то другими специфическими, вот. Вот, то есть, все равно их нужно как-то дополнять и как-то там. Ну, как бы, да. То есть, это самый простой путь, на самом деле, получения представления объекта. Но, к сожалению, он, ну, скажем так, он по умолчанию проигрывает вот те методы, о которых мы сейчас будем говорить, потому что в нем, ну, вот он меньше семантики, скажем так, получает. Вот он может просто восстановить объект. А восстановление объекта, это все-таки задача такого эффективного кодирования. То есть, как сжать информацию, да. И при сжимании информации, ну, если философствовать, то, на самом деле, все машины обучить, сжать информацией. Вот. Потому что, если вы строите классификатор, вы, грубо там, кошка вот делаете с собачкой. Грубо говоря, вы изображение сжимаете в метку 0.1. То есть, вы в бинарный код сжимаете, да, там, кошки и собаки. Вот. То есть, поэтому, если так подумать, то все алгоритмы машинного обучения, они как раз просто преобразуют одну информацию в другую, да, вот, и там сжимают определенный вид. Но, при этом, все-таки, когда мы строим алгоритмы, у нас есть, то есть, каждая наша модель, она, каждое семейство моделей, она все-таки имеет вот этот вот, ну, то есть, по архитектуре, на самом деле, даже по своей, да, она, как бы, обращает внимание на какие-то отдельные, там, ну, то есть, способны улавливать, скажем так, определенные паттерны, да, то есть, вот свертки, они улавливают как раз вот эти вот локальные зависимости. Вот. То есть, мы не просто решаем датчик классификации изображения, мы говорим, что нам нужен классификатор изображений, который вот смотрит, извлекает локальные зависимости, и потом их-то, как бы, взвешивает, да, и он получает нормальный признаковый пространство. Вот. Когда вы строите автокодировщик, то, как правило, ну, они тоже, может быть, там, сверочные, еще какие-то, там, на основе рананок, и так далее, да. Вот. Но, как правило, они теряют довольно много вот этой самой семантики. То есть, иногда теряют, иногда не теряют, то есть, в зависимости от того, как повезет. Иногда дается их, вот, ну, как бы, улучшить за счет всяких вот таких дополнительных вариационных штуков, еще потом у нас, я вам расскажу, всякие там, динозина в тэдкодах, то есть, устраняющие там помехи, там, еще какие-то, и так далее. Вот. Но, как бы, это такой примитивный способ. Вот, давайте сейчас смотреться на эти алгоритмы и будем понимать, чем эти алгоритмы принципиально лучше. Первый простой алгоритм следующий. Вот, смотрите, есть у нас картинка. В этой картинке мы будем брать какую-то область, ну, на самом деле, возможно, там берется, правильно, зависит от реализации, то есть, скорее всего, берется этот центральный патч и берется его вот эти вот восемь соседей, да, то есть, вот, причем, заметьте, есть маленькая тонкость сразу. То есть, идея какая? Идея в том, что, если нам дадут вот такой фрагмент, вот, центральный патч, да, и если нам дадут одного из его соседа, то нам, людям, понятно, где этот сосед может располагаться, правильно? Вот, например, котенок, вот ухо, и мы понимаем, что это левое ухо, что вот оно вот сюда торчит, да, влево, а не вправо. Вот, а если это левое ухо, то очевидно, что это левое ухо находится вот здесь вот, да, то есть, в позиции номер один. То есть, в эту задачу решаем нура. Или вот автобус, да, вот смотрите, вот автобус, вот его продолжение, ну, и понятно, что вот тут оно вряд ли стыкуется, скорее всего, вот здесь он должен располагаться, или может нет, но здесь вот оно вряд ли потому что окном не сыпало, значит, где-то вот здесь, значит, в позиции номер восемь. То есть, человек вот эту задачу нормально решает. Вопрос, может ли он научиться это решать в сети? То есть, обучение здесь это центральный патч его сосед, а ответ здесь, ну, метка, которая соответствует положению этого самого соседа. Заметьте, что такая разметка тоже сделается автоматически, то есть, мы просто вырезаем этот кусочек, да, вот вырезаем одного соседа и подаем, соответственно, в сетку. Ну, более того, как вы можете догадаться, при обучении это все можно как бы улучшить. То есть, собственно говоря, не одну пару генировать, а сразу брать центральный патч. Все восемь соседей, да, и вот у нас уже в этом патче будет как минимум восемь объектов, и для каждого из них требовать истинную метку. Вот. То есть, тут в реализации их гораздо, то есть, естественно, надо делать таким образом. И еще тонкость, которая сразу видна на картинке. Смотрите, я не совсем делаю так, то есть, я не просто длинь, не разрезаю на нее частей, какой-то кусок изображений. А смотрите, я беру вот этот патч, а вот эти вот, видите, они так еще немножко случайно смещены, видите, справа, влево, вверх, вниз. То есть, они не образуют такую вот ровненькую сетку. Как вы думаете, для чего это делается? И еще подскажу, видите, зазор есть, да, то есть, опять же, они вот это, они не разрезанная сетка, они вот так гуляют, у меня по изображению. Для чего это делается? Ну, чтобы на скрипе не смотрели. Да, совершенно верно. Потому что вы же учите сеть, но это какой-то глупый черный ящик, да, который должен поинцикономить. Он может поинцикономить, если надо поискать подходящие стыки, собственно говоря, что я сейчас рассматривал здесь, да, подходит, не подходит. То есть, он, если сетка научится вот такой задачи, да, то, по идее, она будет понимать, что вот это морда животного, и вот это, очевидно, его левое ухо, потому что там справа ничего нет, она торчит как бы с этой стороны, вот, и надо располагать так. То есть, она будет понимать, что вот есть существа, есть у них уши и так далее, да, то есть, ну, это я так обсуждаю, может быть, она не будет этим термином оперировать, потому что в ней не заложено понять ухо, конечно же, но она будет понимать, что вот это надо расположить так. А если разрез ровненько, то сеть может просто научиться вот эти вот смотреть на стыке. Вот, конечно же. То есть, она будет эту задачу решать, но решать благодаря тому, что она просто будет смотреть, что с чем она будет стыковать. То есть, вот эти в позиции 2, 5, 7, 4 уж точно можно по стыкам определить, да, ну, 1, 3, 6, 8, может быть, там как-то догадаться. Так, ну, вот, как это и делается. То есть, соответственно, да, первый патч, наверное, случайно, второй около него, вот и зазоры, да, и, как я сказал, смещены. Плюс еще там два канала забиваются шумом, то есть, как бы, изображение используется не исходное, да, там еще его там сильно зашумляют, чтобы информация о цвете немножко потеряла. Но сейчас будем еще дальше говорить, почему это важно, то есть, почему вообще на цвет лучше не обращать внимание. Вот, как бы, тоже сетка должна быть, иметь очень шумное представление о том, какого цвета объект перед нами. Теперь, вот, да, вот по поводу, собственно говоря, этого самого цвета. Есть такой эффект, называется хроматической операцией. Ну, как бы, можете потом покупать и повнимательнее почитать, в чем он заключается. Но общая идея, вот, когда свет проходит через линзу, в том числе через линзу фотоаппарата, он немножко расщепляется, да, и вот здесь вот эти вот, значит, составляющие там разных цветов, они немножко у нас по-разному идут. И оказывается, что вот если мы возьмем картинку и нарежем ее на фрагменты, вот, и вот как бы их вот так вот перемешаем, то можно построить легко нейросеть, которая эту картинку вот раскладывает как раз вот по этим самым фрагментам, просто исходя из, как бы, ну, исходя из информации, какого они цвета. Вот, то есть там компоненты RGB, они, соответственно, с перекосом, вот за счет этого перекоса можно вот так вот расположить. Вот, если вот попытаться как-то исказить информацию о цвете, да, вот, соответственно, то она уже не может вот так вот расположить, то есть она там пытается, но ничего не получается. И вот именно такой вариант нам подходит. То есть мы должны здесь исключить информацию о цвете, чтобы наша сеть училась вот не понимать, какая картинка выше какого из-за того, что там вот возникли оптические эффекты, а просто смотреть на логику, да, то есть вот эта часть собаки явно выше этой. Вот. Ну и давайте смотреть, смотреть, как она работает эта модель. Например, вот здесь вот кластеризация, да, то есть мы обучили вот эту модель, то есть модель у нас обучалась просто предсказывать, какой патч с какой стороны. И теперь подаем ей на вход картинки и получаем там признак в признаку пространства, делаем кластеризацию. И у чего-то у нас возникают такие кластеры. У нас возникает там кластер, допустим, вот такой вот арки, да, там или что-то так, ну, кластер жалюзи, вот, кластер там каких-то вывесок магазинов, кластер дверей там, ну и так далее, и так далее. Вот у нас подаем городские фотографии, и они довольно неплохо кластеризовались, то есть это означает, что в этом признаку пространства, по крайней мере можно выполнять задачу, которая называется image search, да, то есть там поиск похожего изображения. То есть я туда сейчас подам изображение какой-нибудь там окна, найду представление, и в моей базе изображений найду вот представление, похожее на него, соответственно, подтяну все эти картинки. Отлично. Ну вот еще. Здесь, да, кстати, здесь интересная очень картинка, потому что с одной стороны она позволяет нам говорить, что вообще-то задача нахождения неплохого, ну, неплохого я назову так, признакового представления, она не очень сложная, она может получаться вот, ну, что называется, с насколько. Да, есть такое понятие, как случайные признаки, вот, и, кстати, это в классическом мере часто используется, в общем-то, на самом деле, вот, но и тут это тоже работает. То есть вот здесь вот первая группа, это рандомная инициализация, то есть мы взяли какую-то сеть сверточную и просто забили ее случайными весами. И смотрим на признаковое представление, которое она получает. И, в принципе, выходит не так уж и плохо, потому что, смотрите, к этому колесу ближе всего такие картинки, да, вот к этой травке такие картинки, к синему небу такие небу. То есть, в принципе, уже классно решается задача Image Search. А эта сеть тупая, да, она не обученная, она ничего не знает. Но она, правда, хорошая архитектура, кстати, да, то есть это важный момент. То есть, если бы мы взяли случайную просто сеть, там, как-то через пиксели протянули, то так бы не получилось. Поэтому все-таки здесь она, это важный момент, что она была хорошей архитектурой. Но, тем не менее, она, в общем, довольно неплохая, но иногда она ошибается. Да, вот эта сетка, и мы видим, что здесь не сетки, здесь клавиатура и какие-то, какой-то газон, например, да. Или вот эта часть машины тоже она вообще не поняла, ну и так далее, да. То есть, вот здесь она провалилась. Вот здесь неплохо, вот здесь она провалилась. Теперь мы берем Image Search. Значит, с Аликсинета обученный на Image Search. И, казалось бы, вот он должен хорошие признаки его представления получать, но вот так примерно и происходит. То есть, он здесь тоже безупречен. С сетками он тоже разобрался, с людьми, с колесами. Ну, и вот здесь тоже неплохо. Ну, и вот подход, который автор этой статьи. Давайте сравним. Да, вот с колесами, в общем-то, неплохо. Причем, если… Ну, тут нельзя, наверное, сказать, что лучше. Вот с этими двумя ногами тоже, наверное, примерно одинаково. Это что-то типа воды, наверное, и тут все замечательно. Хотя тут можно придраться, что он только в определенный участок. Есть типа травки. Здесь его нигде будет. Здесь как бы формально нет. Хотя он тоже разобрался. С котенком или что это такое, я даже не знаю. Вот. Но тоже они примерно одинаковые. Вот. С самолетом, как бы, тоже. Вот. Ну, в целом, как бы, в целом, они примерно-примерно-примерно одинаковые. Единственное, что вот… Ну, я не знаю, может быть тут какая-то ошибка, да, но вот здесь вот клавиатура у нас была. Да, это input, все правильно. Это клавиатура. Вот здесь клавиатура, а вот здесь вот явно какая-то ерунда почему-то. Вот. То есть, все-таки вот здесь вот этот метод налажил. Вот. Но этот метод был настроен на задачу как бы с метками, да. Этот метод был настроен на задачи без меток. То есть, он учился просто тупо на картинках. То есть, что можно отметить. Хорошо. А можно ли как-то по-другому? То есть, в общем-то, мы поняли уже хороший метод, что можно по картинке понимать, что он одни, что он под ней. Кстати, это очень похоже на то, что в Берге используется, да. То есть, мы там уже делаем размаскирование. Ну, и, в принципе, здесь некая аналогия. Оказывается, можно совсем простую задачку. Вот смотрите. Мы смотрим на эти картинки, и мы понимаем, что вот это вот повернут, скорее всего, так. Вот это вот так. Ну, то есть, на минус 90, да, на и 70, где здесь написано. Здесь повернут на 180 градусов, здесь не повернута лягушка, как есть, ну и так далее. То есть, мы по картинке понимаем, до какой угла она была повернута. Вопрос. А что, если этому научить сеть? По идее, если она по картинке понимает, как ее правильно надо развернуть, то она понимает, что все собаки стоят на задних лапах, да, потому что там, не знаю, птицы не летят там куда-то в бок и так далее и так далее. Ну, вот так это можно сделать. То есть, мы берем картинку, сразу же делаем такую агментацию, то есть, поворачиваем, допустим, на четыре угла, 0.90, 0.80, 0.70, вот пропускаем через модели, да, требуем, что здесь была метка 0.1, 2.3, ну и все, да, и вот так вот по такой схеме обучаем, то есть, каждую картинку пропускаем через сеть. Опять же, у нас выборка не размеченная, да, просто тупо так и шлем картинки. Причем, самое интересное, что если сравнить фильтры, ну, то есть, те самые сверки, которые у нас обучились, вот супервайз по подходу и вот этому самому селс-супервайзу, то даже в селс-супервайзе вроде бы даже они получились каким-то более интересным. То есть, они довольно похожи, да, но вот тут они много таких черных участков почти, а здесь, в общем-то, виден смысл четко каждого сверки, то есть, даже самый замоченный на такой требовательной задачи получился очень довольно неплохо. Причем, в этой статье был проведен эксперимент, тренировались углами 0.180, 90.70, потом вот все кратные 90 и все кратные 45. Качество лучше всего оказалось вот у этой четверки углов. Вот, то есть, как бы, поворачивать на углы кратные 45 не очень естественно. Как задачи рекрессии не пробовали делать? А, просто угол прямо, да, устанавливать. Ну, это хороший вариант, но я думаю, что поскольку вот эта штука провалилась, наверное, они стали пробовать. Вот, более того, вот, как у меня здесь написано, что не все повороты имеют смысл, да, то есть, потому что, там, ну, как бы, ну, классический пример шестерку мы переворачиваем в девятку получаем, да, вот, но, опять же, таких примеров довольно много, то есть, всякие биологические изображения и так далее, они там более устойчивы к этим поворотам. Интересно, если посмотреть какие-то карты типа attention, я, правда, сейчас сходу не помню, как там они конкретно их получали, ну, там, есть несколько стандартных способов, но не помню конкретно какие здесь. Вот, но, если посмотреть, на что сеть обращает внимание, там, да, при решении задач, опять же, получается довольно неплохо. Вот, супервайст, метод, это, я вот, цел, супервайст, но вот мы видим, что, да, она смотрит, там, в случае собачки, да, она смотрит на этим, фактически на собачку и смотрит, там, на вот эту травку, которая угрожает. То есть, они постараются смотреть на один. И, наконец, вот тут количество эпох, которые обучают, да, и вот здесь синие, это качество предсказания, предсказание поворота, а вот красный и желтый, это качество, ну, вот этой downstream task, скажем так. И видно, что здесь качество, ну, повышается в нашей задаче, в downstream задачи, естественно, да, ну, не дотягивает, конечно же, до красной линии супервайст метода, потому что, ну, обучение, прямо, изначально на супервайст задачах, но пока лучше, хотя мы дальше увидим, что более современные методы здесь даже немножко произошли. Вот, а вот, да, вот в чем лучше самообучение. Вот здесь вот число обучаемых примеров. И вот смотрите, что получается. Получается, что если обучаемых примеров мало, например, меньше тысячи, вот, то семью супервайст подход дает выше качество. То есть, что мы делаем? Мы решаем какую-нибудь задачу классификации изображений. Мы сначала берем кучу фотографий из интернета, учим определять поворот, потом берем наши, не знаю, там, сто объектов и на них вот дотюниваем, ну, там, какой-нибудь маленький самый последний слой, да, линия, например, дотюниваем. Вот. И у нас получается вот такое качество решения задачи. И если мы тупо возьмем какую-нибудь VGG-шку, да, и вот будем ее учить, ну, с нуля все-таки, если тут честно сравниваться, кстати, сейчас, тут как они сравнивались, давайте посмотрим, у них есть тут. Так, NNN. А, ну, на цифре есть, они учились с нуля, на самом деле. Вот. Правда, тут еще можно, то есть, это не сравнение с трансфер-лёльником, когда мы на мейджинете обучили все-таки. Вот. Но, вот, как бы, если учить с нуля, то хуже. То есть, по крайней мере, сначала лучше вот обучить на вот этих самых, на поворотах. Но, заметьте, когда выборка большая, когда выборка большая, выясняется, что лучше вообще учить сметок, да, и не заниматься самообучением. Что тоже, тоже довольно-таки интересно. То есть, казалось бы, вам вот это вот предобучение на поворотах не должно что-то испортить, да, ну, как бы, ну, как бы, потом у нас, там, будет пять тысяч человек, на которых я нормально обучился. Вот. Вот. Но, опять же, здесь надо смазь, как они удовучили. Они все-таки не всю сеть в антюниле, наверное, а это самое, да, удовучили последний слой, да, ну, вот, по крайней мере, у них получилось так. Теперь, 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 ну, это просто сравнение этого rootnet. Да, ну, это называется rootnet, rotationnet с другими методами. Сейчас пока не будем не обращать внимания, потому что здесь перечень методов, которые мы пока не смотрели. Ну, и посмотрим, как эту идею дальше эксплуатируем. Ну, во-первых, кстати, вот, Александр Холестников, пропустите наши камеры, напоминаю. Значит, SH3L rotation, здесь сначала было такое предобучение на поворотах, а потом уже обучение на размеченных методах, на размеченных данных. Но с головками, которые определяют классы, как и нужно, и головками, которые определяют поворот, то есть еще тоже по-разному вращали. Так получалось лучше. То есть оказывается, что если продолжить вот это самое, как бы, такое self-supervision при основном обучении, то получается тоже неплохо. То есть тут лосс из двух слагаемых состоял, один имеет отношение к задаче, другой имеет отношение к тем самым, к тем самым поворотом. Ну, и еще один вариант, вот этот самый метод экземплара, который мы видели, он довольно-таки древний, то есть 14-й год. И он заключается в том, что если выбрать определенные интересные участки на изображение, я сейчас не поясняю, как их выбрать, но вы можете догадаться на самом деле. То есть интуитивно понять, что на изображении, наверное, интересные участки, которые относятся к каким-то объектам. То есть там сидит собачка на травке, да, вот это самое все, что относится к собачке, это как раз интересный участок. А вот, ну, как его конкретно здесь получали, я сейчас рассказывать не буду. Дальше взять, применить аугментацию, то есть у нас есть список аугментаций, всякие там переносы, растяжение, повороты, изменение контраста, цвет. Ну, вот здесь вот показана как раз аугментация на картинку, у нас есть олень, и вот мы его по-разному аугментируем, у нас получилось куча разноцветных всяких оленей, там, да, некоторые сжаты, некоторые сдвинуты и так далее. Вот, и дальше, если это сделать надо разными участками, просто попробовать решить задачу классификации, да, вот, каждая картинка к какому этому экземплару, да, то есть к какому участку относилась. Ну, вот можно было сделать вот так просто, это была одна из первых идей, собственно говоря, суперевизионной. Да, и, да, давайте на нее еще раз посмотрим. И, кстати, она потом найдет лодку более свежих методов, потому что вот эти аугментации, они, ну, пронизывают все современные методы. То есть мы должны понимать, что это одно и то же изображение, да, несмотря на вот различные, там, жатия, растяжения, да, там, прочие модификации. Так, дальше давайте посмотрим на самый интересный, с моей точки зрения, метод. Когда я про него слышал, то потом его как взорвает, вообще супер. Вы, наверное, в детстве играли, кстати, давайте придем эксперимент. Кто играл в пятнашке в детстве? Никто не играл в пятнашке в детстве. Отлично. Потрясающе, я был не готов к такому. Да, 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 да. Просто я играл. Мои дети тоже сейчас играют, потому что есть всякие версии пятнашек, оказывается. Они во всех магазинах продаются. Но у нас есть класс студентов, которые не играли в пятнашки. И вот на этом у нас дело заканчивается. Короче, есть такая игра. Вам, ну, грубо говоря, даже если просто не пятнашки. Короче, вот я беру картинку, разрезаю на 9 частей. Ну, и так перемешиваю их, вот так вот вам предоставляю. И вы должны потом их переставить и собрать из них исходную картинку. Ну, я думаю, что все в эту игру могут спокойно выиграть, если вам не заставить поиграть. Потому что, ну, имея такие куски, мы понимаем, что здесь рунтигра. Дальше я понимаю, что вот под этой часть, наверное, скорее всего, это. Ну, дальше надо понять, как он стоит. Там можно дальше там постыковать, посмотреть и так далее. То есть, ноги они под туловищем, поэтому это внизу будет. Ну, и прочее, прочее. То есть, исходя из таких предположений, легко его собрать. Задача. А что, если нейросеть заставить собирать вот этот вот пазл? Ну, опять же, тут то, как мы делали в самом первом методе, примерно так, что делается. То есть, надо прям неровенько разрезать, надо вот с небольшим зазором это все сделать. То есть, понятно, что вот применяются всякие вот такие фокусы. Самое удивительное для меня, например, когда я этот метод изучал, что здесь все вот эти перестановки, они нумеруются. Вот. И, собственно говоря, сеть предсказывает вот этот класс, номер перестановки. Вот. То есть, я думал, это как-то будет сделано, то есть, ну, ну, как-то по более умному, что ли, потому что, как бы, понятное дело, что ее задача как бы собрать эту картинку, да. Но это какая-то очень такая бедная информация, что мы прям говорим, что это какая-то такую перестановку применить. Вот. Правда, если покопаться в коде, то есть, я там находил, как многие реализовали подобные методы, они все-таки немножко упрощали задачу в том смысле, что они не все перестановки нумеровали, а старались сделать список максимально не похожих на другую перестановку. Ну, что там, ну, там, ну, там, по некой метрике расстояния между ними, там, больше некоторого порога. Вот. И применяли одну из этих перестановок, собственно говоря, там, ну, то есть, точнее так, обратные, да, чтобы перемешать картинки. Вот. И именно ее сеть должна была, именно ее номер сеть должна была предсказывать. Поэтому это, в принципе, более умная стратегия. Вот. А так, вот как это выглядит, да, то есть, у нас есть сеть, параметр sharing везде, да, то есть, вот эта вот сеть, через которую проходит этот кусочек. Вот. Этот кусочек формирует этот самый признаковое описание вот этой штуки. Ну, и потом несколько полосвязанных слоев и softmax, да, через который мы кусочек протаскиваем, вот, который уже нам дает номер, итоговый номер перестановки. Так, 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 так. Ну, вот, довольно забавно, да, то есть, наша сеть может собирать такие пазлы, если собирает, то, оказывается, она при этом самообучается. Да, ну, тут всякая независимая нормализация патчей, опять же, зазоры между патчами, мы видели, да, вот эти вот способы борьбы с демертическими эффектами. Так, вот, что у нас получается в этих самых признаковых пространствах. Опять, все вполне логично, то есть, птички там, близкие птички, допустим, и так далее. Ну, и этот метод имел разное продолжение, то есть, есть еще там, грубо говоря, такая перестановка-головоломка плюс-плюс, как бы, метод, где не просто берут, разрезают котика на 9 частей и перемешивают, а берут и некоторые части, как бы, заменяют частями другого изображения, например, вот этой самой собаки. Вот, и таким образом, ну, то есть, мы должны собрать этот пазл, несмотря на то, что здесь есть, ну, как бы, информация даже о двух картинках, вот, что, естественно, является такой более сложной задачей, и сети все равно довольно плохо обучаются. Ну, и есть еще вариант, на самом деле, где сеть должна, во-первых, собрать пазл, а во-вторых, один из кусочков этого пазла вообще удален. Вот, и да, значит, сеть должна этот кусочек восстановить, а еще все эти кусочки обесцвечены, нам это поговорить, и она должна их раскрасить, собственно говоря. То есть, сеть учится собирать пазл, раскрашивать черно-белые картинки, кстати, это тоже задача, в которой метод легко получить, потому что вы просто берете, все градусы серого переводите, и установите, ну, мы сейчас про это скажем. И еще восстановите кусочек, да, то есть, соответственно, вот, как бы, сказать, что там нарисовано. Вот, то есть, сеть вот такая вот, здесь как раз есть вот эти вот компоненты, которые, компоненты, которые убирают головоломку, компоненты, которые восстанавливают вот этот сам кусок, вот, и... Вот, кстати, сравнение всех этих стратегий, вот эти вот, обычная стратегия с головоломка, тут есть обычная стратегия с расцветкой, но мы об этом сейчас поговорим еще, когда сеть учится раскрашивать изображение. Вот, вот, тут головоломка, а вот эта вот головоломка с вот этими самыми, с расцветкой, допустим, да, и вот с этими самыми всеми задачами, да, у нее, как бы, и лучший качество классификации, лучший качество сегментации у других получается, то есть, оказывается, что вот эти вот лишние задачки, они нам, ну, сеть делает все более удобно. Так, еще один пример с этим самым, с ближайшим соседом, то есть, мы в пространстве признаков ищем похожие на вот какую-то картинку, да, и причем разные методы, то есть, вот обычная головоломка и вот, соответственно, там просто методы, которые восстанавливают изображение, которые раскрашивают, и вот это вот их метод, в котором смесь всех этих подходов, и видно, что вот их метод, ну, вот этот вот, вот, он более логичен, потому что он здесь, когда ищет что-то похожее на пузырек, он реально находит, что, всякие пузырьки, а вот нет, там, людей, машин, там, часы и так далее. Так, идем дальше. Метод DeepCluster, тоже довольно симпатичная идея и довольно простая, как ни странно. Ребята из Фейсбука придумали, и, смотрите, идея такая. Есть такой забавный факт. Если просто вот в AlexNet, например, задать случайные веса и потом обучать только последний слой, то ImageNet будет качественной 12%, при этом случайное качество там 0.1%. То есть, это, ну, довольно неплохо, учитывая, что там 1000 классов, стоп, а там 0.1, ну да, 1000 классов, как раз 0.1 получается. Вот, учитывая, что он 1000 классов, да, соответственно, как бы качество довольно-таки неплохое. То есть, уже случайные какие-то веса, да, получают неплохое какое-то признаковое представление. Оно, конечно, не идеальное, но оно неплохое. А если так, то давайте попробуем сделать следующее. Мы, ну вот, там, возьмем, условно говоря, выходы какого-то, какого-нибудь слоя, но это можно экспериментировать, какого лучше брать, на самом деле, да, то есть пространство для эксперимента. И сделаем в этом пространстве кластеризацию для текущего дата-сета. И, как бы, скажем, сделаем классеризацию, вот эти вот метки наших, как бы, кластеров, мы скажем, что это метки наших классов, и будем настраиваться на решение такой задачи классификации. То есть, мы придумали задачу классификации, исходя из того, что, в общем-то, получает сама наша сеть. Вот, казалось бы, это немножко странно, потому что, ну, мы заставляем сеть делать то, что она, в общем-то, и так умеет. Но, оказывается, что если это сделать итеративно, вот, то сеть тоже начинает довольно неплохо самообучаться, вот. Ну, как бы, если интуитивно это объяснять, то она, по крайней мере, начинает, то есть мы эти кластеры хоть и задали, исходя из текущей конфигурации нашей сети, да, но когда она учится задача классификации, она начинает их больше раз распространять еще, да, по пространству. То есть, вот, и все-таки что-то приходится делать, а из-за этого она начинает менять веса. Вот, так вот, если к этому добавить, там, еще несколько хаков, то, соответственно, начинает быть неплохо, причем они поэкспериментировали, убедились, что, например, лучше делать, так называемую, ну, перекластеризацию оверкластеринга. Это, если мы хотим потом этой сетью решать, ну, задачу, допустим, классификации на имиджнете, где, там, тысяча классов, точнее, точнее, не так, неправильно я сказал, не так. Если у нас есть датасет, о котором у нас есть некая первая информация, сколько там классов, да, вот, например, мы имиджнете берем, там, тысяча классов, да, но мы, может быть, метки не знаем, но мы знаем, что там тысяча классов, вот, то лучше делать кластеров побольше, чем у этих классов, то есть не тысяч, а десять тысяч, вот, то есть она должна отрабить датасет на большее количество сущностей, да, чем в этом-то, да, содержится, тогда возникает хороший эффект этого самопредупречения. Вот, ну, и еще, если посмотреть... У нас, может, как бы, бач, правильно, чтобы на десять тысяч, наверное, не платить? Нет, а зачем бач? Мы можем пройтись по всей... То есть... Нет, вы можете отдельно решить, то есть, как бы... То есть вам бач огромный здесь не нужен. Ну, кластеризацию, скажем, с помощью комит сделаете, то есть вам сетка не нужна, а просто получаете с помощью ее представления, вот, и все, и потом кластеризацией получаете метки, ну, а потом каким-то бачами выучите вашу сеть, то есть размер этих бачей, он ни с чем не связан, как бы. Так, это здесь померена нормализованная, такая взаимная информация, которая, ну, во-первых, между метками, которые получает сеть, и метками имиджинета, то есть она растет, то есть, на самом деле, вот, кластеризация, скажем так, становится все больше и больше похожа на разметку имиджинета в каком-то смысле, да? Вот, то есть по эпохам вот это вот наблюдается. То есть при самообучении, оказывается, сеть начинает вот реально, как бы, чувствовать эти классы. Ну, не идеально чувствовать, там, не улетает линице, но у тебя не бить. Вот, это раз. Во-вторых, здесь то же самое между эпохами, по-моему, померено. Вот, а здесь как раз influence of k, да, то есть влияние кашки, да? То есть, вот оптимальное k, 10 тысяч, то есть это в 10 раз больше, чем число классов, да? Но, соответственно, и слишком много не надо, потому что дальше у нас качество начинает падать. Ну, крайне не качество, но да, здесь я очень-очень пресижен, да? То есть, соответственно, здесь как раз качество. Получаются хорошие фильтры с помощью такого обучения, да, вот, как бы, иллюстрация, что у нас там, ой, 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 ой. Что у нас там получилось на этих самосвертках, так? Так, ну, здесь дальше иллюстрация самих этих самых нейронов. Ну, тут просто красивые картинки, на самом деле здесь особо комментировать нечего. А вот здесь вот как раз топ-9 activated images, да, значит, то есть картинки, которые активируют там тот или иной нейрон. И мы видим, что, да, у нас там получается нейрон от детства и за здание, вот, там, за машины, за вот эти вот, там, пианино, допустим, за собачек и так далее, и так далее. То есть, некая логика в работе в сети есть. Так, 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 здесь просто пока, ну, картинки здесь ни с чем не сравниваются, поэтому не пойти. И, наконец, автокодировщики. Ну, точнее, здесь это называется контекстные кодировщики. Вот, и задача, которая решается, называется image and painting. То есть, здесь не просто восстанавливается изображение, а задача вот, ну, как в верте, да, то есть, там, восстановить слово, а здесь давайте вырежем кусок изображения и его восстановим. При этом, ну, конечно, написано, картиноподировщик можно там а-ля AlexNet использовать, размер кода 227 на 227. Есть специальные, так называемые, channel-wise, polycollected слои, но я сейчас скажу, где они применяются. То есть, в простейшем варианте можно просто запустить такую сеть, состоящую из кодировщика и декодировщика. У нас кодировщик вот эту часть переводит в вектор, там, 4000-мерный, да, а декодировщик просто-напросто, вот, если мы договоримся о том, какой изображения, какой величины мы будем маскировать, да, то есть, просто-напросто этот кусочек у нас как бы размоскируют. И с помощью L2-лосса мы оцениваем, насколько хорошо это получилось. Плюс еще там есть, так называемые, адверсальные дискриминаторы, которые, ну, это вот, когда мы ганну будем изучать, которые оценивают, насколько эта картинка похожа на реальную. Вот, то есть, такой отдельный классификатор, который этот кусочек пытается отличить от реальных вырезанных кусочков. Вот, вот, вот этот хитрый слой channel-wise file-connected, это, соответственно, он нужен, когда мы вырезаем, а, кстати, у меня почему-то это... Да, я что-то это везде не обозначил, а тут тоже нет. Да, в общем, оказывается, можно не просто вырезать прямоугольные изображения из картинки, а можно, вот, вырезать такой, ну, как бы, замаскировать участок вообще в произвольной форме. Вот, тогда его немножко сложнее восстановить, на самом деле, но это более амбициозная задача. То есть, у нас здесь выход тоже, вот, разряд 227 на 227, да, и вот в этих пикселях, которые мы замаскировали, мы пытаемся, ну, вот эту картинку-то и восстановить. Но вот здесь, вот, поскольку мы так, задача амбициозная, то тут сеть должна довольно, ну, неплохо посмотреть по сторонам, да, чтобы вот, чтобы произвольно вот эту вот маску пытаться закрасить. Вот, и поэтому, поскольку это статья относительно старая, то есть, тут нет никакого механизма attention еще, да, то есть, они его в каком-то смысле имитировали с помощью вот такого у нас связанного слоя. Вот, вот, в серединке, то есть, чтобы посмотреть, вот, грубо говоря, там по сторонам. То есть, такие контекстные энкодеры, это тоже один из вариантов самообучения, но, правда, я не слышал, чтобы они довольно успешно применялись, то есть, сам подход интересен, да, то есть, интересно его упомянуть. Вот, тут довольно забавная картинка. Здесь показана вырезанная маска, здесь показано, как человек эту маску он закрашивает, то есть, попросили, взяли художника, попросили его замалевать картинку, да. Вот это может человек. А вот, что может, соответственно, сеточка. То есть, это просто с Эльдволосом, но Эльдволос, он, после него картинки такие замутненные, то есть, он половики вещей довольно неплохо остановил, но, вот видите, все тут размыто. А вот это вот с помощью еще вот такого соседательного носа, здесь уже такая, более получилось, ну, так сказать, получилось неразмытое, по крайней мере, да, и более похожее на праву. А, да, вот эту картинку хотел сказать в начале, да, и тут можно восстанавливать, там, центральные регионы, можно лучше случайный блок восстанавливать, и можно, в конце концов, вот такие случайные регионы восстанавливать. Вот, в разных постановках решить. Вот несколько примеров, как сеть может восстановить. Смотрите, здесь вот убрали собачку, да, ну, в принципе, все довольно неплохо восстановилось, но, как бы, вы знаете, что современные сети еще лучше с этим справляются. Вот, то есть, даже если у вас есть картинка, в которой, там, части не хватает, то дорисовать ее, это вообще, честно, не проблема, но, вот, это было не проблема, в каком-то смысле, несколько лет назад. Так, 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 здесь, 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 ну, здесь такие сравнения. Да, причем, смотрите, да, важный момент, то есть, да, у вас здесь это отмечено, и поэтому я сейчас упомяну. Кроме того, конечно же, мы получаем не то качество, которое, там, мы получаем, допустим, на, если вы просто обучали, честно, нашу модель, вот, на различных полностью данных, вот, но при этом, заметьте, что предтренинг тайм, вообще говоря, занимает, ну, относительно недолго времени, то есть, вот, 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 самый контекстный, этот энкодер, да, учится 16 часов, то есть, в общем, на самом деле, вот это вот предобучение, но довольно-таки быстро. Так, теперь давайте поговорим, ну, о том, что мы уже говорили, то есть, у нас там был пазл, который мы раскрашивали, на самом деле, раскраска, это еще одна из, вот, этих самых предтекстов, таск, то есть, как бы, предварительных задач, на которых можно самообучиться, и тоже довольно-таки неплохая, потому что, если наша сеть умеет раскрашивать изображение, то есть, из градации серого получать цветное, то она понимает, что там, вот, тигрань, там, да, оранжево-черный, там, допустим, да, вот, да, то есть, небо, губой, травка, зеленый, и так далее, и так далее. Поэтому, тоже задача неплохая, причем, из тонкостей, у нас изображение в градации серого имеет один канал, а восстановить нам надо, как вы понимаете, два канала, да, то есть, изначально нам изображение трехканальное, вот, ну, и, то есть, там размеры с три, одна нам задана, ну, и, вот, переходя из официальной, такое, значит, лаб-кодирование, вот, как раз там, фактически, один канал, фактически, градации серого, да, и вот, два остальных, это те, которые мы должны останавливаться. Вот, поэтому, здесь, на выходе у нас стензор, такого же размера, как здесь, только, двумя каналами, так, ну, а дальше, там, техника, то есть, там, дайлээд инволюшнс, и так далее, это, в общем, там, детали, как она это делает. Вот, кстати, примеры расцветки таких сетей, хотя, опять же, этим сейчас никого не удивишь, вот, то есть, берется картинка, да, и вот, с такой получается, с такой, с такой, с такой, с такой, и так далее. Вообще интересно, что, иногда это, оказывается, производит вау-эффект, но, когда им подсовываешь, таким сетям, что-то типа, карандашного рисунка, и так далее, они очень неплохо, его тоже раскрашивают, но потом ты замечаешь, что, они все карандашные рисунки, раскрашивают таким образом, то есть, там нет такого, разнообразного, то есть, они текстуру карандаша, там, понимают, под какую-то слою, и вот, вот эту вот, текстуру потом воспроизводят. То есть, сначала кажется, что очень круто, но потом, понимаешь, что, не очень, то есть, так, разнообразно, скашивали карандашные рисунки, там, в общем-то, хотели нам учать. Так, 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 ну, здесь, особо, тоже комментировать нечего, то есть, здесь вот, этих метров, а, ну, разве что, да, разве что, вот, значит, я сюда вставил. Вот тут, сделано то, что мы на тех метров не наблюдали, хотя это во многих статях делается. Здесь признаки, видите, с разных слоев брались, как бы, и потом они использовались. И вот здесь, то есть, видите, здесь мы, там, заморозили предтренинг-нетворкс и learn linear classifier, то есть, они учили линейный классификатор, да, для его шнета. Поэтому, конечно же, точность от его шнета, она сильно отличается, в том числе, потому что у них метод довольно-таки примитивный, но, правда, на фиксированных этих признаках. Вот. Поэтому здесь 76, допустим, а здесь вот 52 и 51. Вот, то есть, понятно, почему будет такой отрыв, но вот интересно, что, видите, не факт, что надо брать признаки с последних слоев, вот, например, для их метода, да, вот этот вот, бирюзовый, ну, вот здесь лучше оказался четвертый, да, а для некоторых методов, вот, ПАСАК, это, соответственно, вот эти самые контекстные автоколировщики, там лучше всего с третьего слоя, как бы, ну, признаки с третьего слоя, они получаются лучше. Поэтому, вот, интересно, что иногда в серединке сети возникают хорошие признаки. Ну, и продолжение этой идеи есть такие сплитбрейн-аутоэнкодеры, кстати, вот там еще один автоколировщик, которые, в которых происходит вот такое, ну, это вообще общая идея, то есть, если у вас есть тензор, вы можете расщепить его каналы на две части, и вот по первой части прогнозировать как по вторую и по второй первую, да, вот здесь вот такой вот автоколировщик, вот он как раз пытается по первой части канала сэкономить по вторую, по вторую первую, вот, и если их объединить в эти каналы, мы получаем уже, должны быть, получить исходное имя. То есть, это такой автоколировщик, только вот мы отдельно по каналам делаем это, и докодируем. Кстати, если вы там спрашивали про временные виды, то есть тоже можно что-то типа такого, сейчас многомерный ряд вы можете вот так расщеплять по рядам и поднимали, ты прогнозируешь вторые, там восстанавливали вторые, да, и по вторым первым. вот здесь показано, как он работает, то есть, например, здесь по этой информации целых цвета, по этой информации у нас на эту структуру, да, и вот у нас предсказываемое выражение, но, ну, как бы, не сказать, что сильно похоже на это, но вот, чуть-чуть похоже, вот, и, соответственно, мы пытаемся, мучиться, чтобы эта скорость стала все больше, и больше, и больше. Да, ну, здесь в картинке вот традиционный струклировщик, объект-объект, кросс-чанел, когда мы вот поднимем, канал, муки восстанавливаем, вот, и сплит-брейн, это когда вот делаем так, и так, и так, и так пытаемся. Так, следующая интересная идея, это, если у вас есть, допустим, видео, вот, то есть, ну, да, не обязательно из интернета качать картинки, да, можно накачать видеоролик, ведь видеоролик это тоже последовательность картинок. Можно ли как-то это видео использовать для самообучения? Оказывается, можно, потому что, если мы будем смотреть соседние кадры, то там какие-то объекты будут менять свои места, точнее, какие пиксели будут меняться, да, вот, и если мы, соответственно, ну, например, будем предсказывать, какие пиксели там, например, сместятся, какие нет, вот, то есть, для нее эта кошечка, например, она вот, там, берет, делает шаг и спрыгивает с этого стула, да, вот, соответственно, то, что она за кошечкой, это все красное, это вообще остается неизменным, а вот эти все пиксели, они у нас там, съезжают. Вот, если такая сеть по картинке предсказывает, какие пиксели там съедут, то, тем самым, она понимает, какие на этой картинке потенциально движущие объекты, то есть, вот эта вот машина, она как бы отследит ее контуры, человек, она тоже отследит ее контуры и так далее. То есть, такая сеть потенциально будет полезна в той же самой сегментации, правильно, потому что она не отслеживает, она самообучается отслеживать вот эти самые контуральные. Поэтому видеокадры тоже можно использовать для такой цели. И вот здесь как раз показано пример картинок, примеры масок, которые у нас получаются, то есть, они вот, они довольно кирванты на самом деле в итоге получаются, то есть, она не идеально все предсказывает, но, тем не менее, она пытается покрывать там рыбину, собаку и так далее. правда, вот с такими... Ну, а что здесь формально разбитки нет? То есть, как раз здесь просто видеоролик, правильно? Мы же говорим, что у нас как бы пиксельного объекта не будет вместе объем двигаться. Но там понимаете, где бывает пиксельный объект для себя? Нет, по сравнению два кадра, вот, но остались статичные пиксели, да, если остались собственно, это образует маску. Тут как раз то вот разные мнения. так, 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 ну, здесь сравнение как раз, да, вот, ну, здесь наши любимые там все головоломки тоже присутствуют. Вот, ну, и, опять же, если мы сюда залезли немножко видео, то, например, если у вас есть видео, опять же, видеоролик, да, и в нем еще и звук, вот, то формально этот звук может стать разметкой. То есть вы, грубо говоря, можете предсказывать, вот, собственно говоря, какой звук соответствует кадр. Потому что, если на картинке, там, на видеофрагменте, который, для которого для нас звучат картинки, то есть если там есть море, значит, лучше море, да, там, если, соответственно, лес забрал, то лучше он лес, и так далее. Ну, для упрощения это задача, на самом деле, предсказываю, как вы понимаете, прям, не целиком аудио, какие-то статистические характеристики. тем не менее, то есть, такое самообучение тоже можно сделать. То есть, по кадрам виде изображения с помощью сверстной сети предсказываем статистики звуков, вот, которые там усоединяются несколько секунд, вот, поскольку звук еще не всегда привязан к картинке, то есть, там, она меняется, да, были эксперименты, то есть, там, также, эти статистики кластеризовались с помощью комиссии, там, номер кластера предсказывался, допустим, ну, и так далее. Вокруг этой идеи можно танцевать и, вот, придумывать все новые и новые варианты. Так, и давайте смотреть на картинках, что получается. Здесь, как раз, вот, эти вот аудиокластеры показаны. То есть, вот, у нас, вот, в этих, видимо, шум воды какой-то, действительно, будет. Здесь, кричащий ребенок, да, вот, здесь какой-то бурлящий поток, то есть, здесь, вот, речка, где-то здесь какой-то бассейн, типа, и так далее, да, а вот здесь, вот, видимо, просто шум, то есть, здесь, вот, спортзал, где-то, бейсбол, где-то стоят, да, а здесь, какой-то митинг, да, то есть, для, для этого кластеризатора это оказалось одно и то же, да, ну, вот, такое мы, по крайней мере, мы пытаемся предсказать по картинке, то есть, нам нужно понять, там, кричат ли дети, широк ли вода, там, не знаю, там, просто ли толпа там какая-то шумит, вот, и так далее, и так далее, да, и все вот это вот попадает в отдельный кластер, что тоже довольно неплохо, да, то есть, если с этим методом это делать, она, в общем-то, видимо, понимает примерно, что изображено. Следующий метод, это подсчет примитивов, ну, скажем так, вот, допустим, у нас есть картинка, ну, вот это, на самом деле, сама картинка, это ее под фрагмент, сразу скажу, то есть, мы можем так выразить ее в какое-то вот такое окошечко, вот, и на этом окошечке, на этом окошечке что-то изображено, то есть, например, вот у нас здесь, там, здесь комплектно собачки, вот, например, мы возьмем глаз собачий, да, на этой картинке у нас изображено четыре глаза. Понятное дело, что если мы немножко аугментируем, там, вот чуть-чуть там приблизим, там, еще что-то, у нас эти четыре глаза останутся, то есть, небольшие изменения картинки не должны менять число 20 раз. Во-вторых, если мы эту картинку разобьем на четыре подкартинки, то сумма глаз на всех четырех картинках должна быть равняться числу глаз на общей картинке, правильно? То есть, как бы, 2 плюс 0 плюс 0 плюс 2, вот, или, может быть, здесь 1 или 1, не знаю, как это разбить, вот, это должно равняться четыре. Ну, это вот с глазами, то же самое, не знаю, с их носами, там, не знаю, с их ногами, там, есть чем-то еще, то есть, ну, там, допустим, можно только видимые ноги взять, вот, здесь я вижу три ноги, здесь я тоже вижу три ноги, ну, то же самое, здесь 0 плюс 0 плюс 3 плюс 3 равняется 6, вот, ну, и, соответственно, эти 6 остаются 6, если я вам немножко там ее, покачаю. если я возьму случайную картинку сейчас, ну, случайную картинку, я вот так выглядываю завтра, вот у меня картинка, там нету ни одного носа собак, собаки и ни одной ноги собаки, правильно? Вот, то есть, если я вот беру случайную картинку, то число вот этих примитивов, там, носы, ноги, там, еще что-то, они, скорее всего, будут другими. Ну, мне может, кажется, не повезти, я могу сейчас выглянуть в коридор, там, там, две собаки-то, вот, вот, и все-таки там будет два, вот, но это такая, вероятность этого довольно маленькая. Так вот, получается, что, смотрите, что мы выяснили, что, если изображение делить на куски, то сумма примитивов в кусках равняется, как бы, сумма примитивов в осьм изображении, вот, потом, на другом изображении, скорее всего, будет другое число примитивов, если делать небольшое, там, преобразование, масштабирование, да, то число примитивов сохраняется. Для чего мы это проговорили? А давайте нашу сеть заставим читать эти примитивы. Вопрос, какие примитивы? Я не знаю, какие примитивы. Она сама там определится, с чем, что и считать. То есть, она будет мне порождать какой-то вот этот признаковый вектор. Вот, я могу интерпретировать этот признаковый вектор как раз вот, как какие-то примитивы, то есть, может быть, это носы, ноги собачьи, может быть, еще что-то и так далее. Но я буду требовать, что если я беру вот часть картинки, да, то, ну, и пропускаю, вот, видите, я взял эту часть картинки и ее пропустил через сеть, вот, потом разбил на четыре, и, ну, там еще мог монотонно немножко, то есть, немножко право метировать, потом разбил на четыре части, пропустил каждый кусок через сеть и взял еще случайную картинку, тоже пропустил через сеть. Да, все это, все это одна и та же сеть, по сути, с расширенными весами. Так вот, у меня каждая сеть выдала вещественный вектор. Я требую, чтобы сумма вот этих четырех векторов равнялась бы этому вектору, ну, то есть, я вот этот самый, я массе лосы буду минимизировать, да, то есть, разница между этими векторами, там норма равенства в квадрате, она должна быть минимальна. То есть, если я просуммирую вот эти четыре вектора, я должен получить такой вектор, вот, и вектор, который здесь получается, он должен быть, соответственно, ну, максимально не похож на, на этот вектор, да, то есть, соответственно, с помощью кинж лосы я могу вот этого добиться. Вот, я так буду оптимизировать, то есть, вот эти вот лосы я буду минимизировать для картинки. То есть, она будет мне, как бы, считать какие-то там, вот эти примитивы, я не знаю, что-то там считает, но вот если потребовать выполнения вот этих вот законов, то, скорее всего, это можно интерпретировать как подсчет чего-то. Ну, тоже довольно забавная идея. Вот, причем, это работает, ну, вот, в их экспериментах, да, например, в задаче классификации это сработало гораздо лучше, чем, допустим, сплит-брейн, чем колоризейшн, да, то есть, чем раскраска, чем джек-соу, вот эта вот, головоломка, допустим, то есть, вот сработало гораздо лучше. В детектировании, на самом деле, вот головоломка лучше работает, чем эта идея, но как раз, наверное, потому что для детектирования, да, вот эта задача собирания, опаздывала, она более, наверное, такая интеллектуальная. Вот, ну и то же самое для сегментации, то есть, оказалось, что есть методы, которые получше, чем она. Тем не менее, да, то есть, в задаче классификации оказывается, что действительно такой приемчик позволяет довольно-таки получить неплохие признаковые описания. Так, 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 что тут еще говорить? Ну, это ImageNet с линейным классификатором, вот, и здесь там Laces с линейным классификатором, ну, опять же, там, с другими методами вполне себе, по крайней мере, смотрятся. И опять наши любимые ближайшие соседи, то есть, вот здесь вот есть картинки, а вот здесь вот ближайшие к ним с помощью вот этого подхода, мы видим, что, ну, реально есть логика, хотя мы видели, что такая логика есть даже на случайной сеточке, да, но там случайно бывают такие грубые ошибки, здесь грубых ошибок меньше, хотя они тоже есть, то есть, например, ближайшие к этой тарелке, или что такое, вот, тут почему-то возник вдруг собака, то есть, ну, то есть, вот это вот, этот ряд совершенно непонятен, на самом деле, а вот, ну, а вот эти вот, вот эти, да и скажем так, гораздо более логично. Вот, ну, кстати, если вам кажется, что, вот, вроде все нормально, нормально, потом начинается какой-то бред, то, в принципе, ну, у человека, например, так же бывает, в том смысле, что, если он упал на перспективную работу, он с чем-то и блестяще справляется, но потом, вот, он начинает городить полную чушь, вот, поэтому, не надо требовать, чтобы не ровно перемогла абсолютно все. То есть, ее концепция этого объекта, она ведь, как-то не полностью сформирована, да, кстати, я даже понимаю, что это такое, да, вот я смотрю, я не понимаю, то есть, я бы сюда поставил что-то круглое, и мне кажется, что вот этот объект, вот этот, допустим, логичный, да, но, опять же, может быть, это, может быть, какой-то щит воины, и тут должны быть нищеты, да, там, апельсин или что-то, да, то есть, я бы сюда не подходит, поэтому, как бы тут, все равно, не понятно. Так, стоп, 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 а почему, почему, а, ну, давайте, ладно, то есть, да, давайте про это еще расскажем. И, есть еще такая идея, то есть, мы сейчас посмотрели разные задачи, для решения претекстов, да, мы видели, что можно действительно придумать, но главное, чтобы мы придумали такую задачу, где бы у нас метки как-то автоматически получались, да, вот так вот, чтобы задача была какая-то такая относительно сложная, чтобы для ее понимания нужно было вообще понимать, что изображено и как может быть изображено, да, то есть, типа вот этого пазла. Так вот, а что, если сеть заставит решать несколько таких задач, вот, например, у нас была задача определения этой позиции относительной, да, вокруг этого самого, центрального патча, да, это вот одна задача, потом была задача раскраски, опять же, она на этом голову устроилась, вот эта вот задача экземпля, да, то есть, патч из одного изображения, ну, скажем, в общем случае, даже патч из одного изображения, считать одинаковыми, из разных разных, вот, ну, и, наконец, motion segmentation, то есть, если у нас есть видео, то предсказывать, какие там пиксели будут в следующем фрейме, допустим, вот, то есть, вот, если мы теперь этим четырем задачам будем одновременно учиться, то есть, у нас вот есть какой-то там видеоролики, да, вот мы из сравнения с соседней кадры, мы, соответственно, получаем размер подлить четвертого пункта, если мы просто будем подфрагменты, значит, какие-то патчи выдирать из одного кадра или из какого-то совершенно другого, то это мы для экземпляра получим разметку, если мы будем их обесцвечивать для расцветки, получаем разметку, если мы будем патчи вырезать, это 9 патчей, вот так вот, то мы для Realty Position получим разметку. Можно, в принципе, обучать сразу этим четырем задачам, то есть, делать сеть, у которой там будет несколько головок, то есть, task 1 head, task 2 head и так далее, да, то есть, головки для разных задач, причем, по-разному их можно интегрировать в саму сеть, то есть, можно сделать их так, можно сделать, чтобы там они входы как-то получали с какой-то или иной комбинацией различных блоков нашей сети. И давайте посмотрим, что у нас получится. Ну, схема стандартная, то есть, мы сам обучаем сеть, заморожаем веса и потом линейным слоем при классификации пытаемся решить. Здесь пунктируем качество, которое получается просто на сети, которая у нас случайно инициализирована, а вот здесь разные линии, это как раз где у нас сейчас, 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 единственное, что, а, x, x, это как бы time, да, то есть, сколько считали. Вот, ну, и здесь, соответственно, качество задачи, да, при разных подходах, то есть, черное, это имиджный супервайз, то есть, когда просто учимся на различных данных, вот, а вот цветные линии, это как раз разные задачи, да, relative position, colorization, экземпляр и так далее. Ну, вот здесь вот задачи, ну, скажем так, опять же, сложно сравнить, потому что, например, здесь экземпляр сначала была самая высокая, вот, то есть, если у нас мы должны сеть обучить быстро, то на самом деле у нас вот такое признаковое представление самое лучшее. Но если мы можем учить довольно-таки долго, то колоризация глядь уходит дальше на пик, но это на ImageNet, а вот на других датасетах тут немножко по-другому. То есть, здесь relative position наверху, да, а здесь relative position наверху, и даже ImageNet супервайз немножко органей. То есть, видите, все зависит от задачи, вот, причем здесь, кстати, вот этот вот экземпляр довольно сильно провисает. Все зависит от задачи, то есть, метод, который лучше на одной задаче может быть там совершенно лучше на другой, вот, но в целом некие общие тренды есть, то есть, например, фиолетовые красные линии, да, то есть, это relative position и colorization, на самом деле, они вот, ну, как бы, в числе топ-2 и здесь сидят, да, то есть, в общем, на самом деле, это метод, который явно предпочителен, чем остальные. То есть, оказывается, наблюдая, говорить, какой патч относительно центрального расположенного и раскрашивать, это задача более хорошая, теперь давайте объединить эти задачи, да, и учиться сразу нескольким задачам, и получается, что такое объединение, ну, вот в этих, на этих датасетах оно явно лучше, чем индивидуальные стратегии или какие-то более бедные объединения, то есть, вот синяя линия, здесь идет, здесь синяя, тоже выше идет, то есть, мы, ну, немножко, надо понимать, да, то есть, это вот, recall, то есть, полнота, а здесь, именно, average precision, да, то есть, ну, вот мы, буквально, там, чуть-чуть обыгрываем, ну, здесь мы не обыграли, то есть, здесь, здесь relative position, здесь формально, выше всех, вот, если по правой границе судить, вот, то есть, опять же, многое зависит от датасета, да, и, но, но, в целом, стратегия, вроде бы, сработала. Почему здесь, это сравнение с, обучением просто, на этой датасете, там, с нуля? Ну, сейчас, не знаю, значит, вот это image net supervised, это, это, это просто транспорт, лёгкий, я понимаю, да, сделали, вот, то есть, это чистый трансфер лёгкий, он, естественно, будет более качественный, с нуля, ну, хороший вопрос, я думаю, что, ну, с нуля было бы, наверное, хуже, потому что, ну, по крайней мере, потому что, это самое, хотя, кстати, сейчас, ну, ну да, то есть, хуже, хотя бы, хотя бы, потому что, просто, те было полностью не обучено, лучше хотя бы, предупреждать, да, хотя бы, на этих самых, бюджетных задачах, вот, почему это не сделали, наверное, потому что, скажем так, здесь эксперимент, в целом, немножко, то есть, смотрите, здесь вот учится, именно видите, линейный слой, да, для классификации, кстати, то есть, здесь не сравнивают, именно сети сами, да, то есть, сравнивают, именно, вот эти вот признаковые представления, просто если мы возьмем, тоже архитектуру, которую используем, и обучим ее, просто это кажется, быть более полная картина, потому что, ну, я согласен, да, то есть, пока выглядит страшно, я согласен, но, как бы, я сейчас пытаюсь вспомнить, как это, в пертоподобных сетках, но там иногда, те же трансформеры пытаются с нуля обучать, на самом деле, но тоже довольно, ведь довольно часто они не делают, то есть, вот, допустим, задача с маскированием, вот там задача с, там, с предикшен, допустим, вот, а сравнение с трансформерами, которые с нуля обучены, тоже может отсутствовать, ну, как бы, ну, да, в общем-то, можно бы критиковать. Так, 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 что еще, еще, а, ну, здесь использовалась, там, техника типа лассо, вот, и, за счет этого тоже, так, некоторые эффекты добивались, но это, собственно говоря, не суть, важно, так, что тут еще можно, прокомментировать, так, здесь, 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 вот, объединение всех техник, да, ну, вот, кстати, их подход, да, вот, объединение всех техник, он на иммунжинете стал лучше, на паскале он стал лучше, да, и вот на последнем датасете он формально проиграл relative position, вот, который здесь, там, довольно-таки высокий результат получает. Так, ну, давайте сейчас тогда сделаем перерыв, вот, и после перерыва, там, добьем эти классические методы и познакомимся с боли в своем. Спасибо.